Всем привет и слава Украине! Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. Меня зовут Юрий Рашкин и это новости из США Игоря Азенберга. Среда, 29 марта 2023 года. Краткая сводка. Жмите лайки, подписывайтесь на Рашкин Репорт в Мастодоне, Инстаграме, Фейсбуке, Телеграме, ТикТоке, Ютубе и, конечно, следуйте за мной в Твиттере. Ну а мы начинаем. Отвечая на вопрос одного из сенаторов на слушаниях в Сенатском комитете по делам вооруженных сил, посвященных обсуждению оборонного бюджета на 2024 год, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у Украины есть очень хорошие шансы на успешное контрнаступление. США помогают и будут помогать Украине в ее подготовке поставками оружия и проведением тактических учений. Ллойд Остин также сказал, что успех украинского контрнаступления будет обеспечен и тем, что вооруженные силы Украины нанесли и продолжают наносить значительные потери оккупантам. То, что Россия расконсервирует произведенные 70 лет назад советские танки Т-54 и Т-55, говорит о том, что ее потери в бронетехнике практически невосполнимы. Россия все больше ощущает нехватку боеприпасов и поэтому вынуждена обращаться за помощью к Ирану и Северной Кореи. Отвечая на вопрос другого сенатора о возможности поставок в Украину самолетов F-16, Ллойд Остин сказал, что поставки этих самолетов сейчас не помогут Украине, поскольку, чтобы Украина могла ими воспользоваться, необходимо провести переподготовку пилотов, подготовку обслуживающего персонала и подготовку инфраструктуры аэродромов. На все это уйдет примерно полтора года. Остин сказал, что вопрос о самолетах находится в повестке дня и обсуждается как с Украиной, так и с союзниками по НАТО. И в конечном итоге он будет решен, и Украина получит самолеты F-16, либо другие самолеты четвертого поколения. Министр обороны США сказал, что сейчас самое важное для Украины усиление противовоздушной обороны, бронетехника и оружие более дальнего радиуса действия. США работают над предоставлением Украине именно этих возможностей, которые должны способствовать успешному контрнаступлению в СССР. Сделан важный шаг в создании специального международного трибунала по расследованию и наказанию виновных в преступлении в военной агрессии, совершенного Россией, по образцу Нюрнбергского трибунала. Специальный посол США по вопросу международной уголовной юстиции Бет Ван Шак заявила во вторник, цитата, «В этот критический момент истории я рада объявить, что Соединенные Штаты поддерживают создание международного трибунала для расследования и наказания виновных в преступлении агрессии против Украины». «Существуют убедительные аргументы в пользу того, почему преступление агрессии должно преследоваться наряду с преступлениями, которые расследуются международным уголовным судом», конец цитаты. Ван Шак заявила в понедельник, что, цитата, «хотя рассматривался ряд моделей и они были тщательно проанализированы, мы считаем, что международный суд, уходящий корнями в судебную систему Украины, но также включающий международные элементы, обеспечит наиболее четкий путь к созданию нового трибунала и максимизирует наши шансы на достижение значимой ответственности». «Мы предполагаем, что такой суд будет иметь значительные международные элементы в виде материального права, персонала, источников информации и структуры», сказала она и продолжила, «мы готовы работать с Украиной и миролюбивыми странами по всему миру, чтобы создать, укомплектовать и обеспечить ресурсами такой трибунал таким образом, чтобы добиться всеобъемлющей ответственности за международные преступления, совершенные в Украине», конец цитаты, сказала она. Международный уголовный суд в Гааге, который уже предъявил Путину обвинение в совершении военного преступления, похищении украинских детей и издал ордер на арест диктатора, уполномочен преследовать конкретные военные преступления, совершенные конкретными людьми. Создание отдельного специального трибунала необходимо для того, чтобы привлечь Россию, как государство, к ответственности за агрессию, за развязывание агрессивной захватнической войны. Если Международный уголовный суд не может вести заочного судопроизводства, то в договоре о создании специального трибунала можно было бы указать, что он может рассматривать дела заочно. Такой трибунал смог бы сыграть значительную роль, в том числе в конфискации российских активов, обращении их в пользу Украины и принуждении России к выплате репараций. Государственный секретарь Тони Блинкен председательствовал на специальной онлайн-сессии саммита за демократию, посвященной Украине. Государственный секретарь Блинкен, открывая сессию, в частности сказал, цитата, «В феврале 1922 года президент Путин начал полномасштабную войну против народа Украины, попытался завоевать страну, свергнуть демократически избранные правительства, перекроить границы. Фактически общая цель президента Путина заключалась в том, чтобы стереть идентичность Украины как независимого суверенного государства, поглотить ее и включить в состав России. Эта война – нападение не только на Украину, но и на международный порядок, основанный на правилах, который стремится защищать международный мир и стабильность и отстаивать, как об этом говорит Устав ООН, равные права мужчин и женщин и больших и малых стран». Я думаю, мы все должны очень хорошо понимать и остерегаться того, что может показаться благонамеренными попытками, например, призывами к прекращению огня, что потенциально может привести к замораживанию конфликта, позволяя России закрепить достигнутые успехи и просто использовать время для отдыха и переоснащения, а затем снова атаковать. И поэтому то, что кажется привлекательным на первый взгляд, «Кто бы не хотел, чтобы пушки замолчали, может оказаться очень циничной ловушкой, с которой нам следует быть очень-очень осторожными». Конец цитаты. Во вторник окружной федеральный суд отклонил иски бывшего вице-президента Пенса и Трампа, требовавшие от суда отменить вызов Пенса в федеральное большое жюри в Вашингтоне для дачи показаний по делу о попытке государственного переворота 6 января 2021 года. Судья постановил, что поскольку Пенс может обладать важной информацией о преступлении, которое могло быть совершено Трампом, он должен прийти в большое жюри и дать показания. Скорее всего, если не сам Пенс, то Трамп обжалует это решение, и в своих обжалованиях, как он это обычно делает, дойдет до Верховного суда. Тактика использования судебно-юридической системы в правовом государстве для борьбы с самой этой системой путем затягивания любых, касающихся его дел, до бесконечности – излюбленный прием Трампа. Денег у него много, его рядовые сторонники переводами по 10, 15, 20 долларов присылают ему миллионы, поэтому оплачивать услуги адвокатов по составлению и предоставлению апелляций для Трампа не составляет труда. В предельник в Нэшвилле, штат Теннесси, произошла очередная трагедия – убийство трех девятилетних детей и трех работников частной христианской начальной школы, 28-летний психически больной, бывшей ученицей этой школы, которая пришла туда с двумя автоматами AR-15 и пистолетом. Два полицейских, прибывшие на вызов в связи со стрельбой, тут же вступили в перестрелку с вооруженной террористкой и застрелили ее. Но шесть жизней, в том числе жизни трех детей, не вернуть. Дома у убийцы был обнаружен огромный арсенал оружия. Президент Джо Байден призвал Конгресс запретить продажу автоматов и владений ими. Республиканские сенаторы уже ответили на это отказом. Сенатор Грэм сказал, что это невозможно, а для охраны школы в ней нужно постоянное дежурство нескольких полицейских. Интересно, задумывался ли сенатор Грэм над простой арифметической задачей. В США около 150 тысяч школ. Среди них есть маленькие частные школы, как эта школа в Нэшвилле, а есть очень большие школы, где учатся по несколько тысяч учеников. Сколько полицейских нужно разместить во всех этих школах, если всего в США сейчас служат в полиции около 700 тысяч полицейских? Для республиканской партии является критически важной и значимой финансовая поддержка ее кандидатов на выборные должности богатой ассоциации производителей стрелкового оружия, которая выступает за неограниченный доступ всех желающих к любым видам стрелкового оружия, в том числе к автоматам. Президент Джо Байден прозрачно намекнул премьер-министру Израиля Натаньяху о неприемлемости его попытки ликвидации независимого суда в Израиле, которая в случае своей реализации привела бы к тому, что Израиль превратился бы из демократии в авторитарное государство, похожее на Венгрию или Турцию. Отвечая на вопрос журналистки, пригласит ли он Натаньяху в Белый дом, Джо Байден ответил «нет», во всяком случае в ближайшее время. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем. Зло будет остановлено и добро победит. Иначе быть не может. Ну и как всегда, пишите, откуда вы смотрите и слушаете новости из США. Спасибо всем, кто уже это делает. Всегда любопытно читать, откуда смотрят новости из США. Подписывайтесь на «Рашкин репорт» в Ютубе, ТикТоке, Телеграме, Фейсбуке, Мастодоне, Инстаграме. Ну и, конечно, следуйте за мной в Твиттере. Спасибо всем, кто поддерживает «Рашкин репорт» на Патреоне. Вы мои герои. Это были новости из США Игоря Айзенберга. Меня зовут Юрий Рашкин. Слава Украине и Габблес Америка.